Если вы плохо слышите, что говорит собеседник, нужно повернуться к нему правым ухом. Дело в том, что правое ухо лучше улавливает быстрые речевые ритмы. А вот если хотите расслышать мелодию, которая играет очень тихо, повернитесь к источнику звука левым ухом. Левое ухо лучше, чем правое различает музыкальные тона. И если сильно щекочет в горле, нужно потеребить и поцарапать свое ухо. Дело в том, что когда стимулируются ушные нервы, в горле возникает мышечный спазм. Он-то и облегчит неприятную щекотку. И если сильно боитесь боли во время укола, то нужно покашлять в тот момент, когда вам будут вводить иголку. Во время кашля возникает давление в грудной клетке и спинномозговом канале. И это подавляет болевые рецепторы. Если у вас заложен нос, есть один простой способ быстро разложить его. Нужно упереться языком в небо, а пальцем нажать на точку между бровями. В результате зашевелится трапециевидная кость, образующая заднюю часть перегородки носа. И через 20 секунд нос начнет откладывать. И если ночью вы будете вставать в туалет, старайтесь держать один глаз закрытым. Все дело в том, что яркий свет воздействует на сетчатку глаза таким образом, что наш мозг начинает считать ночь дневным временем. И вам будет сложно уснуть по возвращении в спальню. Если же один глаз будет закрытым, вы приспособитесь к темноте и, вернувшись в спальню, снова уснете. Если у вас сильно бьется сердце и это доставляет вам дискомфорт, просто подуйте на свой большой палец. Вот увидите, уже через несколько секунд сердце станет биться медленнее. Если у вас затекла рука, просто повертите головой из стороны в сторону и уже за минуту в вашу руку вернется жизнь. Если видео было вам полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Хорошего всем дня!